Дорогие друзья, здравствуйте! Меня зовут Филипп Березин, я главный редактор портала Preon.ru недвижимость за рубежом. Сегодня у нас 23 апреля 2020 года и я с радостью приветствую в нашей импровизированной студии моего друга и коллегу, генерального директора компании Rensail, вот никогда не могу запомнить, произнесу поэтому по бумажке, победитель национальной премии «Эксперт рынка недвижимости» 2018 года в номинации «Зарубежная недвижимость» Юлию Титову. Юля, привет! Привет! Всем здравствуйте! Дорогие друзья, я вот сейчас, вернее, перед тем, как начать наш вебинар, мы вспоминали с Юлей, что в предыдущий раз мы общались на ту же самую тему, но очно, и это было 41 день назад. В Москве на выставке Empires я тогда был настроен более оптимистично, Юлия была настроена менее оптимистично, и, как выяснилось, она была права. Она говорила, что, к сожалению, вот этот снежный ком, который резко осложнил все возможности, связанные с приобретением зарубежной недвижимости и резко усложнил все те задачи, которые стоят перед покупателем, но мне он тогда оказался чем-то относительно далеким. Ну, тем более, выставка зарубежной недвижимости проходила в Москве в тот момент. Да, это была последняя выставка в этом сезоне. Да, но кто-то тогда... И никто еще не подозревал об этом. Да, никто еще не подозревал. Но, тем не менее, и вот вебинар, когда это был семинар, и мы с Юлей общались, уже тогда было, вот что тогда уже было понятно, что тематика иммиграционная наиболее тесно связана с покупкой недвижимости, и она наиболее востребована. По нашей статистике 52%, ну, чуть больше 50% тех, кто интересуется зарубежной недвижимостью, интересуются ею с целью переезда. О политических причинах этого мы говорить не будем. Поговорим о том, как, собственно, решать вопросы, связанные с переездом прямо сейчас. И, Юля, мы, наверное, ну, собственно, уже очень давно, да, вот скажи, Юль, ты все-таки на рынке работаешь не один год, скажем прямо. Более 20 лет. Более 20 лет. Вот твое ощущение, насколько сейчас, ну, пока там еще зрители подходят, несколько таких общих фраз. Вот, ты помнишь время, когда иммиграция не была вообще, когда покупали ради иммиграции? На самом деле люди уезжали всегда, начиная с 90-х годов. Тема запасного аэродрома была всегда, но был момент, я думаю, что многие его помнят, это 2007-2008 год, когда тема инвестиций была в приоритете, и очень многие люди, ну, могли вообще не рассчитывать бывать в своей недвижимости. Очень много было спекулятивных сделок, то есть на раннем этапе строительства купить, потом продать, когда недвижимость росла как на дрожжах, тогда инвестиционная тема сильно превалировала над всеми остальными. Ну, вот, пожалуй, вот года два из 20 я помню, чтобы тема иммиграции была не очень актуальна. А за последние, наверное, 7 лет это растет как снежный ком с каждым годом, то есть начиная там с 13-го примерно года, это тема номер один. Окей, я еще раз перед тем, как мы уже начнем нашу дискуссию на основную тему, напоминаю, что у нас работает чат, в котором вы можете задавать свои вопросы нашему эксперту, запись вебинара будет опубликована в ближайшие 2-3 дня по завершении нашего вебинара на Прианру, ну, а еще дополнительные сюрпризы, которые вы, как зрители нашего вебинара, сможете сегодня получить уже непосредственно от Юли, мы об них поговорим чуть ближе к концу нашего мероприятия. Юль, ну, давай, значит, тема наша, я вот сейчас покажу ее, мы ее заглавили следующим образом, золотые визы и получение гражданства в Евросоюзе. Безусловно, тема очень понятная, поскольку все-таки большинство людей, рассматривающих переезд, они переезжают именно в страны ЕС. Давай еще так, последний предварительный вопрос. Ты сейчас общаешься с очень многими, ну, партнерами своими в разных странах. Действительно ли вот в Евросоюзе сейчас как-то все стало упрощаться с точки зрения коронавируса? Вот последние 2-3 дня буквально такие относительно позитивные вести приходят. О, только хотел задать интересный вопрос, а тут у нас у Юли, похоже, камера немножечко подвисла. Вот я так и думал, что-то произойдет именно в такой момент. Юля, если ты меня слышишь, проще, может быть, будет перезагрузиться или, по крайней мере, выключить видео. Сейчас, буквально через несколько секунд Юля к нам, я думаю, вновь добавится. Ну, а я пока, вот как обычно, так и бывает после первого ключевого вопроса. Но пока буквально несколько секунд подождем Юлю, она сейчас к нам присоединится. Я одну из последних новостей зачитаю, как раз она имеет непосредственное отношение к нашему сегодняшнему вебинару. Она следующего рода, инвестиционная программа Кипра снова попала под огонь критики Евросоюза. Ну, такой довольно пугающий заголовок. Давайте покажем еще раз тему. Мы будем говорить о Греции, Латвии, Испании, Португалии, Мальтии, Кипре и Черногории. Ну, вот, кажется, Юля к нам вернулась. Юля, ты вернулась, ничего страшного, давай сразу договоримся. И, коллеги, если вдруг какой-то сбой, вы не пугаетесь. К сожалению, режим самоизоляции, он не допускает идеального интернета каждую секунду. Но сейчас все видно и слышно. Юля, ежели вдруг опять какой-то сбой, просто перезагружайся, никаких проблем здесь не будет. Итак, ссылка на вебинар выложена будет. Мы в основном будем говорить о золотых визах, но не только. Поговорим о золотых визах, поговорим о гражданстве и поговорим о возможностях получения вида на жительство без покупки недвижимости, то есть не золотые визы. Юль, ну давай тогда уже все, не будем, по ходу дела поговорим о том, что происходит сейчас в разных странах. Тем не менее, это Греция, Латвия, Испания, Португалия, Мальта, Кипр, Черногория. Добавлю несколько слов о том, ну вот если мы говорим о золотых визах, вообще что это такое, как это работает и какие деньги нужно иметь для того, чтобы играть в эти игры. Хорошо. Если мы говорим про иммиграционные темы, есть три варианта. Простой вид на жительство, золотой вид на жительство, даже четыре получается, ПМЖ, постоянное место жительства и паспорт. Простой вид на жительство доступен в очень многих странах и среди неперечисленных. Это и Турция, возможно, и Франция, и Италия. И простой вид на жительство допускает оформление без покупки недвижимости, и если это покупка, то там не регламентирована стоимость. Но при этом, как правило, нужно подтвердить свою состоятельность, и возникают обязательства по проживанию в стране. То есть все эти виды на жительство для продления подразумевают необходимость пребывания в стране не меньше полугода. Золотой вид на жительство, золотая виза отличается от простого вида на жительство тем, что у человека, у инвестора и членов его семьи не возникает обязательств по количеству дней пребывания в стране. При этом, при всем, то есть и обычный вид на жительство, и золотой может со временем конвертироваться в ПМЖ. Но для того, чтобы обычный вид на жительство превратить в ПМЖ, нужно, соответственно, бывать в стране. То есть, допустим, если речь идет об Испании, то помимо полугода ежегодно коридор отсутствия за 5 лет всего 10 месяцев для того, чтобы обычный вид на жительство превратить в ПМЖ, в постоянное место жительства. И, как правило, обычный вид на жительство, в отличие от золотой визы, не дает права на работу в этих странах. То есть, это категория состоятельный иностранец, который не получает право на работу, он не претендует на рабочие места местных граждан. Окей. Давай тогда коснемся вопроса именно вот золотой визы и финансовых обязательств. Да, вот несколько слов, тем более вот этот слайд мы как раз сейчас и показываем. Если мы говорим про золотую визу, то здесь уже мы говорим о четких суммах, и они варьируются в размере от 250 до 500 тысяч евро. В каждой стране требования свои, но, как правило, это может быть либо один, либо несколько объектов. Как правило, это может быть и жилая, и коммерческая недвижимость. Где-то есть, где регламентировано, например, на Мальте это может быть только один объект. В каких-то странах не допускается коммерческая недвижимость. Но, как правило, это может быть несколько объектов, они не должны покупаться синхронно, то есть подача на золотую визу, она состоится после того, как все объекты куплены. То есть, допустим, если мы набираем в Греции или в Испании на нужную сумму 250 или 500 тысяч, то это может происходить в течение одного, двух, трех лет, и когда мы уже имеем в наличии недвижимость на нужную сумму, в тот момент мы и подаем, но это не должно быть синхронно. Не должно, в том смысле, что может не быть синхронно. Может не быть синхронно, совершенно верно. То есть у нас масса людей, которые идут по программе золотой визы в той же Испании, они купили дом для себя, потом через какое-то время апартаменты на сдачу в аренду или коммерческую недвижимость, через какое-то время добили до нужной суммы, и после этого идет уже подача. То есть это не обязательно происходит все синхронно. Конечно, можно купить объект сразу же на полную сумму или превышающую ее и тут же подавать, но это не обязательно. Преимущество золотой визы состоит в том, что для того, чтобы потом ее конвертировать в постоянное место жительства, нет необходимости бывать в стране. Есть какие-то регламентированные правила, например, в той же Португалии требуется 7 дней в году бывать в стране, но это очень маленький коридор, и его легко, так сказать, преодолеть. В Греции нету количества дней, которые нужно бывать, в Испании тоже по факту нету. То есть если люди приехали на отдых или, допустим, даже они въехали в Испанию, а дальше поехали в круиз по Средиземноморью и не находились в Испании, окей, это годится, и в этом самое большое преимущество. В отличие от золотых виз ПМЖ, это сразу постоянное место на жительство, но на сегодняшний день только две страны допускают сразу же получение инвестиционного ПМЖ, и эти обе программы имеют свои «но». То есть если как бы с золотыми визами более-менее все понятно, мы по ним еще поговорим подробнее, ПМЖ сразу можно получить на Мальте и на Кипре. Но мальтийская программа вообще не подразумевает конвертации ПМЖ в гражданство. Очень многих покупателей конечная цель – это получение гражданства Евросоюза, и Мальта через ПМЖ это не допускает. На Мальте существует отдельно программа гражданства и отдельно программа ПМЖ. Поэтому если вас устраивает чисто ПМЖ, окей, это подходит. Если нет, значит нет. И кипрская история, она в отличие от других европейских программ с золотыми визами, она сразу же дает ПМЖ, но Кипр не входит в Шенген, поэтому передвижение по Шенгену – это не автомат, но при этом, имея кипрский ПМЖ, можно получать, соответственно, шенгеновскую визу и иметь возможность передвигаться по Шенгену. И для конвертации ПМЖ в гражданство на Кипре, так же, как из обычного ВНЖ, необходимо 7 лет прожить на Кипре. И если речь идет об обычном ВНЖ, там с арендой, допустим, недвижимости, есть ограничения каждый год, надо очень много бывать. В случае с ПМЖ это может растянуться на годы, это можно там сделать за 15 лет, можно 7 подряд отсидеть и потом превратить это в гражданство. Но вот история с конвертацией ПМЖ в гражданство, она более сложная, чем с золотыми визнами. Окей, давайте тогда сейчас поступим следующим образом. Во-первых, сделаю небольшой анонс, ну хотя как анонс, анонс это о чем-то будущем, а я вернусь в недалекое прошлое. С начала этого года на Прианру мы совместно с Юлией Титовой делали серию видеосюжетов, которые посвящены конкретно и в общем программам ВНЖ и гражданства, и конкретным программам. И в чате, я думаю, сейчас мои коллеги скинут ссылки на эти видео, там часть информации более сжатая, в более сжатом виде дается. Сейчас мы об этом поговорим, ну, некоторым образом подробнее, и как раз у вас будет возможность задать Юле соответствующие вопросы. Давай, Юля, тогда просто пойдем по странам. Причем будем говорить как о условиях, так и чуть позже о реалиях. Да, потому что условия это одно, а вот как на практике вся эта история работает, это немножко другое. Пожалуйста. Хорошо, я чуть-чуть еще пару слов скажу про наше видео, которое мы сделали. Какие-то вещи там обсуждаются, наоборот, более коротко. Но есть серии, которые посвящены какой-то одной стране, и там речь идет более подробно о стране, и есть серии, которые посвящены какой-то конкретной проблеме, например, вопросу образования. И, соответственно, в той серии сделан акцент именно на вопросах образования, школьного образования детей. И я вот рекомендую, если кого-то волнуют эти темы, то, соответственно, обратиться к нашим роликам. Возвращаясь обратно к теме нашего вебинара и конкретно Греции. Греция – это одна из двух самых недорогих программ получения золотой визы. Это входной порог 250 тысяч евро. Как я уже сказала, может быть, один и несколько объектов. Минус этой программы – она не дает права на работу. То есть по факту она рассчитана либо на людей, которые рассчитывают на пенсии осуществить все свои права, так сказать, собственников и инвесторов, либо это, как правило, семьи с детьми, как правило, дошкольного возраста, которые хотят бывать на море, на солнце больше трех месяцев в полугодие. То есть, допустим, мама с детьми выезжает в мае и живет в тепле и в красоте до сентября. А при этом там папа, зарабатывающий деньги, ездит по мере возможности. То есть по факту это либо семьи с детьми, либо это на пенсионную перспективу. Греческая программа, она предполагает конвертацию в гражданство, но для этого требуется 10 лет. И из этих 10 лет достаточно большой коридор пребывания в самой Греции. Это 5 лет нужно непосредственно прожить в стране. Да, золотая виза не требует пребывания на территории Греции, но для того, чтобы превратить гражданство в случай с Грецией, это необходимо. Хочу по поводу Греции остановиться на одном моменте, очень важном и актуальном. Многих очень сильно смущала налоговая тема. Поскольку в Греции достаточно высокий НДС, который брался с новостроек. Новостройки очень популярны в Греции. Так вот сейчас принят закон о налоговых каникулах. Из любой недвижимости, и вторичной, и новой, но правда есть определенные ограничения по году строительства, берется единый налог, который чуть больше 3%, и это должно простимулировать интерес в ближайшие годы. И эти налоговые каникулы, они до 2022 года. Если вы хотите получить более подробную информацию, то, соответственно, можете обратиться к нам, и мы предоставим ее. В Греции сейчас сумасшедший кризис. Кризис, да. Но давай вот как раз об этом моменте поговорим. Все-таки понятное дело, что покупка недвижимости, это в любом случае, да, даже если люди не ставят перед собой главную задачу инвестиции, все равно, ну так или иначе, выбрасывать деньги не хочется. Греция недавно пережила серьезный финансовый кризис, ну переживала, да. В 2018-м история закончилась. И вот наш ролик, который мы сейчас как раз готовим с тобой по Греции, мы осторожно, ты осторожно говорил о том, что, ну вроде как, ситуация может исправляться, и инвестиции, ну по крайней мере, три месяца назад оказалось вполне естественным. Возможно. Как бы ты прокомментировал эту историю сейчас? Вот ты покупаешь, ты купил на 250 тысяч, что тебе делать, чтобы эти 250, ну по крайней мере, в земле не стали там пятью-десятью? На самом деле, главный вообще тезис моего выступления сегодня, это то, что кризис, а сейчас, конечно же, кризисы сумасшедшие не только в Греции, а везде, это возможности. И эти возможности нужно использовать. К сожалению, психология российского клиента, не только российского, вообще постсоветского пространства, такова, что мы очень плохо умеем покупать на падающем рынке. Наши покупатели, как правило, стремятся к покупке на растущем рынке, по логике, хватай мешки, вокзал уходит, то есть прыгнуть в последний вагон уходящего поезда, когда уже все метут, наши покупают. Это неправильно. Это неправильно, потому что остается это последнее, не самое хорошее. А сейчас, когда, естественно, кризис и правила игры диктует покупатель, диктует инвестор, и, естественно, все идут навстречу, конечно, у каждого продавца ситуация разная. Если мы говорим конкретно по Греции, то не далее, чем вчера, вот я обсуждала с коллегами с Корфу несколько вариантов, мы выбираем виллы на Корфу для клиентов. У кого-то из продавцов ситуация такая, что они понимают, что сейчас кризис, им навяжут условия, которые невыгодны для них, они просто снимают свои дома с продажи. Они говорят, этот год мы не можем сдавать, мы не будем продавать, мы будем делать ремонт, мы будем расширять спальни, мы сейчас не продаем. А кто-то снижает цены, и снижает цены очень здорово. Насколько? Очень здорово. Твои ощущения? Если мы говорим... Ну, скажем так, мы говорим о вилле, то есть мы смотрели порядок денег полтора миллиона, и цену снизили вдвое. Люди очень хотят продать. Изначально так завышена она была? Она не была завышена. Она не была завышена, она в аренде очень хорошие деньги приносит, люди сдавали ее в аренду. У людей, по всей видимости, кредит, который они в этом году сгасить не смогут, и для того, чтобы не попасть под какие-то штрафы и так далее, но это единичный случай, конкретный. То есть я говорю, то, с чем я вчера работала, то есть кто-то снял дом, который прям очень нравился, и сказали, что мы не будем продавать, мы будем его улучшать, а кто-то срочно продает и скидывает цену. Вот. Конечно, если мы говорим о сегменте таком более ходовом, конечно, там немножко не так. Но, собственно, забегая вперед, я скажу, то есть я хотела про это сказать чуть позднее, то, чем мы сейчас занимаемся, то, что мы сейчас пытаемся делать, мы пытаемся собирать пулы клиентов на какие-то суперинтересные объекты. Мы это вот пробуем активно делать сейчас по Португалии. Я скажу об этом позднее. Давай, по Португалии. Когда речь идет о том, что один клиент с бюджетом 250 тысяч приходит и там хочет, допустим, купить два апартамента в новостройке, он не так весом. Но когда у нас есть пул там из пяти клиентов, для застройщика это очень важно. И тут мы уже пытаемся выжать все, что можно, и сделать максимум для наших покупателей. Другое дело, что найти такой объект, который, безусловно, будет ликвидный, хороший, и собрать именно на него, там, несколько семей, это труд. Но вот это мы сейчас делаем. Юль, скажи, пожалуйста, вот если мы говорим о Греции, ну, вот был вопрос о пошлинах, давай не о пошлинах, немножко по-другому. Вот хорошо, 250 тысяч – это стоимость объекта. А что еще? Какие еще примерно расходы, вот если про Грецию мы говорим? Значит, смотрите, я сразу же тоже скажу, я всем желающим, интересующимся конкретными странами предлагаю оставить свои контакты в чате. Чат проходит при модерации. Ваши контакты не будут публикованы, но мы их получим по завершении нашего вебинара. И мы отправим полностью всю информацию по интересующим вас странам, то есть отправляете контакты плюс интересующие страны. Там будет разблюдовка полностью по пошлинам. И если вы хотите более подробно изучить информацию, очень разная получается ситуация в зависимости от личной, как бы семьи покупателей, да, семьи инвестора. То есть мы, допустим, недавно делали расчеты для там семьи, папа, мама, трое детей. Я знаю возраст детей, да, там ребенок 19 лет, там ребенок 17 и 12, например, да, и мы делаем расчеты. Пошлины для каждого возраста, да, у кого-то там кто-то родителей с собой в программу берет. Пошлины будут разные. Они не принципиально отличаются, то есть речь не идет о том, что там в разы, но мы понимаем, сколько берут с несовершеннолетнего ребенка, сколько берут с совершеннолетнего, сколько берут с пенсионеров и так далее, да. Мы делаем индивидуальные расчеты. Поэтому кто хочет конкретно для своей семьи получить расчет по конкретным странам, пишите, мы это предоставим. В общем и целом. В общем и целом. Секунду, Юля, просто расскажу все-таки. Итак, дорогие друзья, если конкретный у вас запрос есть, безусловно, рассылку по вебинару вы получите. Но вот конкретную информацию от Юлии, о которой она сказала, пожалуйста, в чат пишите свою электронную почту. Не удивляйтесь, что вы ее вот сейчас вот здесь, в этом чате реально не увидите. Она, ну, просто останется у нас в таком, во внутреннем ящичке. И этот внутренний ящичек мы Юле потом передадим по завершении вебинара. Юль, давай в общем и целом теперь. Извини, что прямо вам. Не обязательно электронную почту, кому-то удобнее в WhatsApp, пишите номер телефона. С WhatsApp можно на WhatsApp тоже. Не важно. Значит, в общем и целом, если просто широкими мазками, какая ситуация по Греции? Вообще по любой стране обязательно человек заплатит, кроме самой стоимости инвестиции, он заплатит налог при покупке. В случае с Грецией это будет чуть более 3%. Плюс он за время пользования, которое как минимум будет составлять 5 лет до ПМЖ, в любом случае платит ежегодные налоги. В случае с Грецией и цифрой там 250 тысяч, речь идет о суммах примерно 2-4 тысячи евро. Плюс в год, конечно. Это содержание недвижимости. Плюс, если мы говорим про золотую визу, подача документов и так далее, ну, примерно нужно рассчитывать 15 тысяч евро на инвестора. Дальше уже все, что касается членов семьи, здесь уже расчет индивидуальный, в зависимости от того, кем приходится и какой возраст. Поэтому, в принципе, если мы говорим про историю с Грецией, цифры, о которых идет речь, они не так высоки, она относительно недорогая по сравнению со многими аналогами. И вообще, в принципе, если речь идет о золотой визе, то сопутствующие расходы, они ниже, конечно же, чем в истории про гражданство. Давайте двигаться дальше. Давайте двигаться дальше, единственный, стран много, сделаем кадрик все-таки от Эротвода, но буквально какой-то конкретный пример. Да, это просто я вставила в эту презентацию варианты, конечно, у каждого свое предпочтение, но просто после каждого короткой разблюдовки я поставила картинки о том, что можно купить на эти деньги. Конечно, вариантов масса, и, может быть, совершенно и не желая недвижимости, несколько апартаментов, но, тем не менее, то, чем часто пользуются люди, о которых мы говорим, это либо себе, там на летний отдых и в перспективе на пенсию, либо семьи с детьми, это берут дома с бассейнами, и там в диапазоне 250-300 тысяч можно отлично что-то купить, там на Халкидике, я не знаю, на Крите чуть подороже, но, тем не менее, да, это из того, что пользуются спросом. Окей, так, давайте идем дальше, как ты и сказала, следующая страна у нас Латвия. Напомню нашим зрителям, что до 2014 года была чуть ли не самой популярной у российских уж покупателей точно, потому что программы стоили дешевле. Выходцы по странам Латвия, по советской пространстве. Ну да, ну, можно сказать так, да, то есть программа жила и дышала полной грудью, сейчас ситуация несколько изменилась, но, тем не менее, программа существует, она не отменена. Юля, пожалуйста, основные параметры. Хорошо, значит, если раньше программа, там, в те годы, о которых говорил Филипп, она стоила 150 тысяч максимум инвестиций, сейчас 250. Тем не менее, это наряду с Грецией одна из самых недорогих программ. Главное отличие от Греции – это право на работу. Латвия дает право на работу получателям золотой визы. Я представлю портрет клиента, кому может быть интересно Латвии. Это, как правило, те люди, кто хочет несамолетной доступности. Это те люди, которые не любят витать самолетом, поезд, либо машина. И те люди, кому не показано солнце. То есть это кого устраивает климат Балтики. Понятно, что это сосны, это песок, это русскоговорящая среда, Рига Юрмала, они русскоговорящие. И на сегодняшний день это рынок достаточно востребованный тоже. Допускается передвижение по Шенгену в случае, как в Греции, так же и Латвии. По золотой визе 90 дней в полугодие, как по обычному Шенгену, так и с золотой визой в других странах, не в стране получения, 90 дней в полугодие можно бывать. Налог на недвижимость – один из самых низких в Европе, при покупке 2%. И сопутствующие расходы, но они примерно идентичны, я уже их озвучила. Но, соответственно, индивидуальный расчет и варианты мы можем, соответственно, уже предоставить каждому. Единственное, что в Латвии есть этот налог, который ты сразу платишь государству, по-моему, там около 5000 евро. Но вот это вот, то, за что не очень любят латвийскую программу, говорят, что дополнительно с инвестора стараются срубить немножко денег. Ну, это немного, на самом деле, пошлину и за корку, за саму карточку, везде берут деньги. Поэтому, собственно, готовиться к тому, что 250 и на этом расходы ограничатся, но это несерьезно, конечно, нет. Твое ощущение, все-таки, насколько слухи о том, что латыши жестят при выдаче виз, они оправданы, или это именно слухи? Ну, жестят, потому что можно говорить, что такое жестят, но мы все понимаем, о чем речь. Да, да, на самом деле, если мы говорим про подачу на золотую визу, на ПМЖ, на гражданство, есть правила игры. Они одинаковые, собственно, в случае ВНЖ то же самое, они одинаковые для всех стран. Более того, для любой покупки зарубежной недвижимости, элементарно для открытия счета в банке в любой стране, есть сразу же входные требования, которые предъявляются ко всем. Их не избежать никак. Если человек эти требования выполняет, да, при открытии счета на обычную сделку не просят справку о несудимости, но ее тут же попросят при любом ВНЖ, обычной с арендой, или там с дешевой покупкой, золотой ли, и любой другой. То есть обязательно, что будут просить еще, как бы на этапе открытия счета в банке, это подтверждение финансовой стабильности. Это справка 2 МДФЛ, это выписка с банковского счета. Если у людей есть там пассивный доход, там сдача в аренду и так далее, все подтверждение. Естественно, все это должно быть документально, и как правило, очень многие просят налоговую декларацию, потому что если вы сдаете недвижимость в аренду, но при этом не платите налоги, значит, вы ее не сдаете для Евросоюза. Поэтому налоги оплачены, значит, вы деньги заработали. Если вы там что-то сдаете, но не декларируете, это плохо. Естественно, что если речь идет о происхождении средств, есть масса вариантов, если не дотягивают. Это очень важный вопрос, который все время задают, как правило, на каждом семинаре, на каждом мероприятии, поэтому я чуть отойду в сторону, но озвучу эту тему. Если у человека недостаточно средств в справках 2НДФЛ, в налоговой декларации и так далее, все равно требуется происхождение денег. И как правило, самым лучшим, самым адекватным подтверждением происхождения средств является договор купли-продажи какой-то недвижимости. Все мы когда-то что-то покупали, что-то продавали, соответственно, была продана, допустим, квартира в Москве, в Санкт-Петербурге, там дом где-то, да, и оттуда появились деньги, да, допустим, это было продано 2 года назад, да, эти деньги лежали, допустим, в жестяной банке или там под подушкой, под матрасом, да, в это время человек думал, выбирал, решал, и вот он решился. То есть это нормально, это достаточно. И если человек показывает, откуда происходят деньги, показывает, что он не судим, не привлекался, он не состоит в черных списках, не под санкциями, то, ну, не может быть каких-то проблем, да, то есть это все адекватно, это прописано в правилах игры, и все их знают заранее. Пару слов, буквально твой взгляд на недвижимость Латвии как таковую, вот ты пока давай покажем этот объект замечательный в Юрмале, тоже страна со своими финансовыми причудами с точки зрения недвижимости, ну, вот на фоне этой картинки твой взгляд на перспективы латвийской недвижимости? Ну, на самом деле, если мы сравниваем, я не знаю, откуда нас смотрят сейчас, да, если мы сравниваем с Москвой-Подмосковьем, если мы сравниваем там с Ленинградской областью и так далее, то, что продается у нас и то, что продается в Латвии, допустим, если мы говорим про загородные дома, ну, это очень неплохое сравнение в пользу Латвии, да, если мы говорим про квартиры в центре, да, то есть мы говорим там про тот же там Питер и Москву, тоже сравнение будет в пользу Латвии, да, и если мы говорим про перспективы сдачи в аренду и так далее, я думаю, что у Латвии очень неплохие перспективы, и просто если вот мы сравниваем адекватные вещи, да, мы не сравниваем, допустим, с Мюнхеном, потому что Мюнхен и Рига, ну, немножечко отличаются, да, и история рынка, как бы, и ситуация на рынке, но если мы сравниваем там с постсоветским пространством, я считаю, что в Латвии вполне себе адекватные цены, естественно, нужно... Рига-Юрмала, все-таки эти направления берем... Ну, они наиболее востребованы, конечно, мы можем подобрать все что угодно, где угодно, но, как правило, эти самые востребованные направления. Окей, перед тем, как перейти в следующей стране, я скажу, что у нас на следующей неделе будут аж три вебинара, и ссылочку, если сейчас вы кинете в чате, я думаю, что все желающие смогут посмотреть, о чем они будут, чем они будут посвящены, и по возможности, и при желании зарегистрироваться. А мы идем к следующей стране, о, смотри-ка, это Кипр, пиар-фаст-трак, расшифровывай. Да, пиар-фаст-трак, это перманент резиденция, то есть это постоянная резиденция, постоянный вид на жительство. Фаст-трак, это обозначает быстрый путь. Длинный путь, обычный путь, это через покупку любой недвижимости или аренды. Для того, чтобы его нужно получить, нужно прожить по пинг-слипу пять лет. В случае с инвестицией инвестиции в новостройку сумма от 300 тысяч можно пройти по ускоренной программе. Она занимает 60 дней. Покупая новый объект стоимостью от 300 тысяч на Кипре, через два месяца семья инвестора имеет постоянный вид на жительство. Он не дает права на работу, ни на Кипре, нигде. Для того, чтобы его обратить в гражданство, нужно прожить семь лет. Но, тем не менее, человек может жить, может не жить, может пользоваться им. Если мы говорим про передвижение по шенгену, я уже говорила, это не автоматическое передвижение по шенгену, но особенно в свете того, что сейчас происходит, непонятно как, что и какие перспективы, человек, имеющий ПМЖ на Кипре, он может автоматом получить шенген на Кипре и как резидент Кипра передвигаться по Евросоюзу с шенгеном, выданным на Кипре. И, в общем, все равно это преференция. Опять же, если мы говорим, допустим, про тот же Казахстан, я знаю, что для многих шенгеновская виза длинная, которую нам, россиянам, дают легко и непринужденно на несколько лет. В Казахстане такого нет. В Казахстане очень часто дают шенгеновские визы под даты поездки. В двух словах, давай вот о налоговой истории, у тебя здесь она была отмечена, потому что как раз история с налогом на Кипре при покупке недвижимости это отдельная история, ее надо учитывать. Да, значит, если мы говорим про новостройки, в новостройках платится НДС, а не налог на переход права собственности. НДС равен 5% при первой сделке и 19% на все последующие. То есть, если мы говорим о разбивке на несколько объектов, то сразу же возникает повышенный налог, поэтому, как правило, все-таки покупают один объект по этой программе, там, либо хорошие апартаменты, либо небольшой дом. Про Кипр скажу следующее. На сегодняшний день новостройки перегреты. И сейчас как раз из-за вот ситуации с коронавирусом есть шанс к тому, что цены несколько сгладятся. Конечно, то есть я постоянно тоже общаюсь с застройщиками, никто не хочет менять прайс-листы, никто не хочет никаких предпринимать смягчений, да, в ценах, но не фиксируя это на бумаге, естественно, люди все равно идут на скидки, и с тем, что упадет вторичка, обязательно упадет, потому что сдача в Airbnb и на букинге она в этом году естественно просядет, уже происходит то, что во многих странах то, что раньше там сдавалось на краткосрочную аренду, уходит либо в долгосрочную, либо на продажу выставляется, естественно, мы говорим о том, что вторичный рынок просядет, так или иначе, в разных странах по-разному, на Кипре это должно оказать эффект новостройки. Естественно, что то, что я про налоги сказала, речь идет про покупку. НДС и налог на прибыль это дальнейшие эксплуатационные расходы, я про них сейчас вообще не говорю, потому что все зависит от страны, от ситуации и так далее. разблюдовку по конкретным странам, по конкретным объектам, где будет сколько платится в случае сдачи в аренду, в случае не сдачи в аренду, например, в Греции все равно платится некий налог, даже не сдавая, поэтому не буду сейчас в это углубляться. Юль, такой вопрос связанный с ценами на Кипре, ведь, ну, понятное дело, что есть история связанная с фасттраком и есть история связанная с гражданством, и очень часто, ну, это понятно, даже интуитивно, ну, во-первых, скажем, что очень часто цены на объекты выставлялись с учетом будущих запросов, цена под фасттрак, вот в этом случае о какой скидке можно говорить, получается, что ты не можешь снизить ниже того уровня, который нужен инвестору? Совершенно верно. И вопрос про вот про гражданство, пару слов, да, да, значит, почему новостройки на Кипре перегреты? Потому что, во-первых, существует программа пиар-фасттрак, которая очень востребована, и как и по программе гражданства, там доминируют китайцы, очень много выходцев из арабских стран, и мы уже где-то там на третьем месте, да, плюс программа гражданства. По программе гражданства цена вопроса не два с половиной, а два миллиона инвестиций, плюс 150 тысяч фонда, естественно, есть сопутствующие расходы. По этой программе я много активно работаю, последние годы особенно. сейчас она заморожена, она была заморожена в январе, сейчас рассматриваются старые заявки, новые заявки, пока не рассматриваются, они все пока что копятся, но мы понимаем, там не сильно копятся, потому что сейчас движения почти нет, хотя минимальное движение есть, как бы дистанционные сделки, но они минимальные, естественно. не будем пугать, заморожена не в том смысле, что ее отменяют и... Ее не отменяют, на днях ждем анонсирования новых условий, если честно, то мы, как участники рынка, ожидаем поблажек в смысле этой программы, потому что ее изменили в мае 2019 года, что вызвало огромный ажиотаж накануне изменений, да, была введена вот эта вот дополнительная пошлина в два фонда, соответственно дополнительно нужно потратить 150 тысяч, были изменены сроки владения недвижимостью пять лет, сумма осталась прежней, 2 миллиона евро. Если мы говорим про 2,5, речь идет либо это коммерческая недвижимость, на 500 тысяч нужно иметь резиденцию и на 2 миллиона может быть коммерческая личная резиденция должна стоить не менее 500 тысяч, либо 2,5 миллиона будет вторичная недвижимость, которая уже единожды участвовала в программе гражданства. То есть, если она участвует второй раз, соответственно, плюс 500 тысяч. Глобально это можно уложиться в два. Но люди по этой программе, то есть, опять возвращаясь к завышенным ценам на новостройки, люди по этой программе покупали не только недвижимость для себя, не только вторичную, но и часто инвестировали во многие объекты, это инвестиционные пакеты, то есть набирали там, допустим, 5-6 квартир, несколько домов и так далее. Поэтому, как правило, в новостройках. Поэтому вот новостройки оказались перегреты, подогреты, и застройщики, естественно, что работая с клиентами по пиар-постраку, по гражданству, они держат эти цены очень старательно и пытаются, соответственно, и дальше держать. О каких скидках может идти речь? Поскольку есть фиксированные цифры 300 тысяч, есть фиксированные цифры 2 миллиона, естественно, что там скидки в два раза, речь о таких цифрах не идет вообще. Но вот то, что сейчас происходит, о чем мы разговариваем, тоже на этой же неделе, тоже мы обсуждали. То есть, допустим, вилла стоила там, ну вот, по гражданству идет опять же речь, вилла стоила там 2 300, да, и мы говорим о том, что мы вписываемся в два, потому что нужно два сохранить, плюс еще мы для клиента просим различные бонусы, то есть меблировка, сопровождение, адвокатские расходы все по программе гражданства и так далее. То есть, да, цифра остается, но мы в это пытаемся минимизировать другие расходы клиента. То есть, вот тот доп, о которых ты говорила. Да. Ну и давай тогда посмотрим, значит, вот у нас какой-то пример. Вот, нет, это не Слим, это Мальта. Мальта, да. А вот Дова и Луф Парси. Да. Да, значит, скажу о том, что апартаменты очень большим спросом пользуются, домов строится относительно мало, в Лимассоле за эти деньги взять что-то вообще невозможно, можно говорить о виллах либо в Пафосе, либо в районе Айнапы про Тараса, там шаговой доступности от моря, но вот такие вот как бы симпатичные дома, их немного, они, как правило, покупаются в этапе строительства, но они персонализируются, то есть можно выбрать плитку, можно выбрать отделку, вот, ну и, собственно говоря, это вполне адекватно тому, что предлагается за эти же деньги в других странах. Но сходу сказать, что вот прям заходишь на Кипр и будет много таких вариантов, нет, их нужно поискать, их нужно знать, то есть многие застройщики, соответственно, там за 300 тысяч предлагают апартаменты с одной спальней. Чтобы это было вилла с тремя спальнями, нужно, соответственно, в рынке разбираться, понимать, кто строит, кто предлагает. Естественно, крупные компании этим не занимаются, это небольшие компании, из этих компаний нужно понимать, кому можно доверять, кому не стоит, кто заморозит свою стройку, особенно сейчас, с учетом того, что сейчас происходит и так далее. Давайте дальше. Давайте дальше. А дальше с одного острова переезжаем на другой, точнее, с Кипра на Мальту. Пожалуйста, Команинт Резиденс. Да, про Мальту уже несколько слов сказала. Значит, здесь цифры отличаются в зависимости от региона Мальты, либо север, либо юг, соответственно, ну, они плюс-минус, да, близки цифры. Самое страшное, что на Мальте требуется достаточно серьезная инвестиция в государственные фонды, в государственные облигации. Она возвратная через пять лет. И речь идет о большой сумме, речь идет о сумме в 250 тысяч. Да, эти деньги возвращаются, но получается, что на входе человек тратит более 500 тысяч. Это программа ПМЖ. Есть лазейка в этой программе, можно не покупать, можно арендовать недвижимость на пять лет. И в этом случае человек тратит 250 тысяч, которые возвратные, через пять лет, плюс расходы на аренду. Расходы на аренду регламентированы, они составляют 10-12 тысяч в зависимости от региона Мальты, 10-12 тысяч евро в год. То есть, можно потратить условно на пять лет 60 тысяч на аренду, 250 тысяч заморозить, потом вернуть. И вот это, на мой взгляд, заход, с которым Мальта может быть интересно. Но нужно понимать, что ни через пять, ни через 10 лет permanent residence на Мальте не превращается в гражданство. История с гражданством на Мальте совершенно своя. И если речь идет про гражданство сразу же, то сумма расходов составляет порядка миллиона, да, чуть меньше, но зависит от количества членов семьи. Вот. И, соответственно, более подробную информацию. У нас, кстати, есть ролик сравнения программ гражданства. Кипра и Мальты. Я думаю, да, сейчас скинем как раз его в чат. И сразу вопрос от Александра. Нужно ли жить эти пять лет? Какие условия про проживание на Мальте? На Мальте не нужно жить? На Мальте не нужно жить. Можно жить, можно не жить. То есть, как и везде, здесь все достаточно демократично. Вот. Значит, ПМЖ мальтийский не дает автоматам право на работу. Но облегченная процедура получения. Юль, уточнить у тебя такой еще вопрос хочу. Ты очень, ну, часто, когда мы с тобой общались, в частности, 41 день назад, да, ты очень часто говоришь, что Мальта это часто перевалочный пункт и сама Мальта, в общем, не является целью для, ну, конечной целью для инвестора. Ну, смотрите, здесь ситуация, в общем, похожая и в истории с Кипром, и в истории с Мальтой. Единственное, что Мальта, ПМЖ, это сразу же европейское передвижение по всему шенгену, сразу же. То есть, человек автоматом имеет навсегда возможность передвижения по Евросоюзу. Ну, если он там ничего не нарушил, нигде там не судим, не привлекался в будущем, да, то есть, в принципе, открутить можно, если человек там по Интерполу прошел, понятно, что, ну, никто этого делать не собирается. И программа Кипра, и программа Мальты. Как правило, большинству, как сама цель, не очень интересна. Как правило, большинство этих программ рассматриваются для того, чтобы даже не сами инвесторы, а их дети свободно жили и работали во Франции, в Швейцарии, в Германии. То есть, человек, имеющий ПМЖ либо паспорт страны, лучше паспорт, конечно, потому что ПМЖ допускает, то есть, если, допустим, мы получили ПМЖ и имеем коридор все равно передвижения, официально, то есть, вопросы с трудоустройством, они решаются по-разному, человек с паспортом Мальты или паспортом Кипра может жить и работать в любой стране Евросоюза. Допустим, наши клиенты, дети учатся во Франции, дети претендуют на хорошие позиции в крупных компаниях, они будут рассматриваться после уже всех граждан Евросоюза в том случае, если они не граждане. Имея паспорт, соответственно, люди рассматриваются наравне с остальными членами Евросоюза. Окей, с Мальтой понятно более-менее, значит, буквально несколько слов о недвижимости Мальты как таковой, вот апартаменты в Слиме 575. Ну, это просто красивый, хороший вариант в очень-очень престижном месте, на самом деле, вариантов много, разных, всяких, вот, кроме того, кстати, хочу пока про Мальту говорим, и Мальта, и Кипра это активно касается, это бывшие британские колонии, поэтому их часто выбирают еще люди для школьного образования детей, для английского, языка. Окей, смотрим дальше, о, смотри, какая замечательная страна у нас появилась, топ, 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 золотые визы из Испании, пожалуйста. Да, если мы говорим про золотые визы в целом, то среди российских покупателей, мы говорим по статистике прошлогодней, позапрошлогодней, на сегодняшний день Испания самая востребованная, несмотря на то, что Греция, Латвия вдвое дешевле, и, в общем, есть варианты в Португалии подешевле, Испанию покупают больше всего. Испания близкая, понятная, и несмотря на то, что сумма там вдвое выше, все равно ее очень активно рассматривают. Большинство покупателей все-таки, ну да, есть люди, которые покупают один объект для себя на всю сумму, большинство покупателей вот наших, они разбивают, процесс длится долго, как правило, несколько лет, часто раскладывают яйца по корзинам, допустим, купили для себя дом на Коста-Браво, потом апартаменты на сдачу в Мадриде и там что-то еще, да, часто речь идет о долгосрочной аренде, и последнее вот прям непосредственно, прям перед тем, как вся эта вот уже лавина накрыла, у нас шло несколько покупателей, которые не хотели вообще жилую недвижимость, они рассматривали коммерческую недвижимость, магазины, кафе с арендаторами, с подписанным договором аренды на несколько лет и где уже зафиксирован соответственно процентный доход. Казалось, что это там хорошо, стабильно, сейчас, конечно же, все будет там рассматриваться, естественно, что все арендаторы там просят какие-то каникулы, отсрочки и так далее, но с учетом того, что в туристической аренде вообще ничего не происходит, в долгосрочной аренде тоже все просят эти каникулы, отсрочки, ну, собственно говоря, вариант не самый плохой. На чем хочу остановиться, коридор пребывания для того, чтобы конвертировать золотую визу в гражданство, это 10 лет, нужно побыть, так сказать, резидентом, 5 лет, это сама золотая виза, она разбивается, ее нужно продлять, то есть если греки дают сразу на 5, испанцы дают на год и два по два. Если мы говорим дальше, дальше получается ПМЖ, карточка на 5 лет, и большинство людей останавливается на этом. Золотая виза в Испании дает право на работу, даже на этапе, соответственно, золотой визы, которая там на год, на два и на два, но это право на работу в самой Испании, потому что предполагается, что инвестор и его, так сказать, иждивенцы, члены семьи, там, допустим, взрослые дети, они не могут больше 90 дней в полугодии находиться в другой стране. Но хочу отметить, значит, по поводу иждивенцев, да, и по поводу этих вот, ну, то есть, это даже немножечко не связано с правом на работу, но хочу вот по поводу этих иждивенцев сказать. Как правило, к нам приходят люди, у которых уже достаточно большие дети. То есть, да, с детьми там дошкольного возраста очень часто речь идет там про Грецию, про какие-то курортные страны, там рассматривается в первую очередь там отдых, море и так далее. А если речь уже идет про перспективы образования и работы за рубежом, то это вот все покупатели там на Испанию, на Португалию, очень у многих дети уже достигли возраста 18 лет, либо, так сказать, к нему приближаются. И что нужно понимать, что все, большинство программ золотой визы, они допускают совершеннолетних иждивенцев, как правило, до 25 лет, но при каком раскладе ребенок считается иждивенцем? Требования основных два. Он учащийся, неважно, в какой стране он должен быть студентом на момент, соответственно, подачи, продления и так далее. Это могут быть, не только там вуз, это могут быть курсы, это могут быть языковые курсы, это могут быть курсы дизайна, парикмахерского там дела, чего угодно, он учится, и родители его обеспечивают. Это первое. И второе, что очень важно, он не должен иметь своей семьи на момент, соответственно, подачи, продления. То есть вышел замуж, уже не женился и сел на шоу к родителям, не пойдет. Если женился, то уже молодец. Не пойдет. Кстати, то же самое касается программ гражданства. То есть помимо возраста очень важно, что ребенок совершеннолетний не женат, не замужем. Если у ребенка своя семья, то он никак не плюсуется к родителям. Это дополнительные инвестиции, дополнительные расходы. Юля, ты уже кратко сказала об этом, но давай все-таки еще разочек. Вот есть программа «Золотая виза Испании» и есть программа вот эта «Белая». Вот все-таки принципиальная разница для кого первая, для кого вторая. Вот в чем... Значит, белый вид на жительство подходит для тех, кто собирается жить в Испании. Если человек не собирается находиться в стране более полугода, то он ему не подходит. Если человек собирается жить, там дети учатся, там каким-то образом свое дело открывать, или там дистанционная работа, или пассивный доход, все это подходит для белого вида на жительство, обычного вида на жительство. Как я уже говорила в начале, есть необходимость проживания в стране 183 дня в году, более полугода. Плюс для того, чтобы потом этот вид на жительство конвертировать в ПМЖ, коридор отсутствия за 5 лет всего 10 месяцев. То есть эта программа подходит тем, кто реально переезжает, кто будет жить и находиться в стране все эти дни. У нас есть масса клиентов, которые именно так и поступают, но условно для того, чтобы провести время с родителями, проживающими здесь, они не едут сюда, в Москву, допустим, а они встречаются где-то на территории Евросоюза, потому что они считают свои дни. Им как можно больше времени нужно проводить на территории Евросоюза. Окей, давай посмотрим объекты Испании, которые ты просто подобрала. Магазин в Барселоне. Ох ты, боже мой. Ну, собственно говоря, о том, о чем я говорила, объекты разные, для всех везде, как бы в каждом регионе Испании есть варианты, да, тем не менее я констатирую вот то, что по золотой визе у нас очень много клиентов идет либо на Барселону, либо на Мадрид, если речь идет там про инвестиции, люди меньше пользоваться хотят сами. Если речь идет про недорогую недвижимость, часто рассматривают там и Бланку, и Дель Соли, там Тоннерифа, острова, да, ну и, соответственно, многие разбивают покупку. Ну и вот вариант, это прям вот один из, так сказать, предлавинных объектов, который мы рассматривали с клиентами, самый-самый центр Барселоны, пешеходная улица, где там вал народу, хорошо сдается, вы не знаете, кто видит на экране или нет, здесь договор на 10 лет, заканчивающийся в 2029 году. Она передает привет Скорфу. Наталья, спасибо огромное. Хорошо. 5% до налогов или после рентабельности? Вот что-то у тебя написано по этому объекту. Да, естественно, везде, везде мы говорим про до налога на прибыль. Почему? Потому что в зависимости от ситуации клиента налог на прибыль рассчитывается по-разному. Если мы говорим про чисто инвестиционную составляющую, выгодно брать ипотеку. В Испании работает ипотека, в Португалии работает ипотека. На 500 тысяч для золотой визы нужно вложить личные средства. Но если речь идет о чистой инвестиции, в чистом виде, то погашение ипотеки, естественно, не облагается налогом на прибыль. Улучшение, строительство, ремонты не облагаются. Поэтому оптимизация налогов это очень такая индивидуальная тема. Игра. Поэтому, естественно, что все цифры по рентабельности даются до налога на прибыль. Перед тем, как перейти к следующей стране, напомню еще разочек. Если вы хотите получить отдельную особую информацию от Юлии, пожалуйста, или ватсап, или электронную почту свою пишите в чате. Мы не будем ее показывать, выводить. Так что не удивляйтесь, мы ее получим, сохраним бережно и передадим Юлии по завершении нашего вебинара, который размер налога на прибыль в Испании и Португалии сходу скажем. Там, наверное, по-моему, они же... Вот я, честно говоря, на вскидку цифру не помню. На самом деле, если мы говорим про страны Евросоюза, любая страна Евросоюза облагается налогом на прибыль выше, чем у нас в России. Ни 6% по упрощенке, ни 13% нет нигде. Везде мы говорим о цифрах в любой стране от 19% до 24%. И дальше будет шкала в зависимости от того, сколько денег вы получаете. Очень зависит от того, сколько, какова сумма. То есть, чем больше человек получает, тем больше, соответственно, он облагается. Но это, естественно, речь не идет там про все страны, а везде по-разному. Давайте дальше. Переихтили от Испании, от Испании поехали влево. Да, в Португалию. Да. Очень много покупателей рассматривает либо Испанию, либо Португалию. Да, совершенно верно пишут. Португалия 28, для нерезидентов это так. Это так, это при сдаче в аренду единый налог 28%. На Кипре меньше, это так. Но, опять же, я не хочу сейчас фокусироваться на каждом по-разному. У нас есть прям подготовленные файлы, таблички с разгледовками, где что человек платит, в случае сдачи, в случае не сдачи и так далее, хотите получить, оставляйте контакты. Про Португалию. Хотела как бы отдельно остановиться на возможностях, которые открываются сейчас в кризис. Португальская программа имеет под собой разные варианты. Она может рассматриваться как испанская с инвестиционным входом 500 тысяч, и при этом любой объект может приобретаться, несколько объектов для себя, для сдачи любые. Но была программа со входом 350 тысяч. И эта программа подразумевает под собой инвестицию в объект старше 30 лет под реконструкцию в определенных местах, исторические места, представляющие себя ценность. И очень большим спросом пользовался этот сегмент, но, естественно, цифра входа ниже. речь шла о популярнейших районах, и очень большим спросом пользовалась эта программа в Лиссабоне и в Порту. Поскольку все деньги шли туда, и там очень много всего реконструировалось, власти Португалии хотели пересмотреть, и эту программу собирали закрыть. Сейчас не было бы счастья да несчастья помогло. Естественно, в свете того, что сейчас происходит, вариантов нет. Ее, так сказать, официально не озвучили, но об этом все говорят, это все понимают. Сейчас она действует до конца этого года, то есть до конца 20-го года. В 21-м году этой программы должно уже не стать. Но, понимая, какое количество объектов под реконструкцию, то есть речь не идет, то есть да, человек может купить квартиру в старом фонде, ремонтировать ее сам, заниматься этим всем сам или дом, но это сложно. И если речь идет про иностранцев, в основном покупали в домах под редевелопмент, то есть строительная компания целиком вычищает дом, оставляет фасад, его, так сказать, обновляет, полностью меняет коммуникации, там, внутренние перекрытия, все-все-все. То есть человек в итоге получает новостройку, проходя по инвестиционной программе 350 тысяч, и, естественно, таких проектов немало, и они в основном концентрировались в Северной Сабоне-Порту. Хотели перенести акцент на другие регионы, чтобы, так сказать, там провести реконструкцию. Но, естественно, сейчас мы говорим о том, что этого не произойдет в конце этого года. Как минимум, как минимум, будет отсрочка. То есть людям дадут еще время для того, чтобы продать те проекты Redewalpment, которые уже сейчас в процессе, как минимум. И как максимум, возможно, и вообще эту поправку уберут. Ну, то есть пока мы говорим об этом с одной стороны как о предположении, но, мне кажется, это не просто предположение, это более чем обоснованная гипотеза, которая, в общем, имеет... Ну, естественно, конечно. Государство последнее подтверждает то, что все знают. Это так. Это так. Да, да. Это так. Окей, скажи мне, пожалуйста, если мы сравниваем Португалию и Испанию, но все-таки Испания для нас близка, понятно, Португалия далека не понятна, хотя расстояние между ними ноль километров, граница общая. Да, да. Твое ощущение... Но при этом мы видим, что Португалии сейчас говорят все чаще и чаще, все активнее и активнее. Это что? Это вот эта программа 350 или что-то иное? Это программа 350, да. Есть еще несколько нюансов. Смотрите, если речь идет о сравнении Португалии и Испании, Испанию выбирают те, кто ее там знает, любит, так или иначе хочет. А Португалия выбирается теми, кому, в общем-то, по большому счету, все равно, кто хочет потратить как можно меньше денег и как можно быстрее там получить свои привилегии. Программа португальская более быстрая. По португальской программе инвесторы, члены его семьи получают золотую визу с правом на работу, как и в Испании. Пять лет они находятся в статусе ВНЖ по золотой визе, они имеют право на работу, они имеют право на проживание, но, как правило, этим не пользуются. Шестой год они находятся в статусе ПМЖ и через шесть лет можно подавать на гражданство. Если в Испании речь идет про 10 лет, в Португалии речь идет про 6 лет. И если мы говорим про двойное гражданство, Испания его не допускает, Португалия допускает. Поэтому, как правило, в Испании большинство людей ограничиваются получением ПМЖ с правом на работу и остаются в этом статусе. А в случае с Португалией люди идут до конца, до гражданства. Окей, давай посмотрим волшебный объект. Конечно, мы... Да, это как раз речь идет про историческое здание под реконструкцию, но, собственно, оно выглядит как новостройка, а снаружи это все красиво. И вкусно. Вот. Отлично, смотрим дальше. Ну и смотри, значит, мы на самом деле с тобой про ВНЖ, про золотые визы, по большому счету на этом закончили. Но, есть еще одна страна, она не совсем... Я вот вижу там надпись по поводу коридора получения гражданства. Я не пойму, про какую страну мы говорим, но если мы говорим про Португалию, тогда получается шесть лет и необходимо бывать ежегодно по семь дней в году. То есть, других дополнительных требований в случае с Португалией нет. Если в случае с Грецией, допустим, нужно прожить десять лет и из них пять прожить, в случае с Португалией это шесть лет и бывать нужно по семь дней в году. Там есть еще ограничения, то есть, допустим, не больше двадцати месяцев отсутствия в стране. Да, там есть свои нюансы, но, соответственно, про это готовы тоже рассказывать индивидуально, но они очень лояльны по сравнению с другими странами. Я, на самом деле, поймал себя на мысли, но вот мы, безусловно, будем в ближайшее время делать отдельные вебинары по отдельным странам, потому что с одной стороны информация общая, но вот именно в таком вебинаре я вижу особую ценность, потому что мы говорим, ну, то есть, очень-очень много цифр, и все они, конечно, немножечко могут не укладываться в голове, но очень часто... А у нас табличка есть, где все записано. Да, и важно понимать, ну, хотя бы порядок, да, то есть, о чем мы в данном случае говорим. Так, ну, и давай поговорим еще об одной стране, которая, вот из всего, что ты перечисляешь, для меня в известном смысле наибольшая загадка, может быть, еще потому, что в предыдущих странах я везде бывал, а вот в Черногории, к сожалению, на данный момент не бывал ни разу, и жду, когда вот откроются границы, чтобы туда поехать. В Черногории не было, и для меня загадка, поначалу, чего они тянут, чего они не могут определиться с этим гражданством, потом вроде определились, но все равно массового потока инвесторов нет, надо разбираться с какими-то проектами, какие-то подходят, какие-то не подходят. Рассказывай. Чернотурею сюда же включила, хотя это не Евросоюз, с одной стороны, а мы говорим о евросоюзных программах, но включила, потому что ценовой порог примерно схожий. За адекватные деньги, речь может идти о сумме в 350-550 тысяч, в зависимости от выбранного объекта и региона, человек получает сразу, инвесторы-члены семьи получают сразу паспорт Черногории. Что дает этот паспорт? В смысле проживания люди могут жить и работать только на территории Черногории на сегодняшний момент. Передвигаться по Шенгену и еще массе стран, они могут свободно. Этот паспорт, этот паспорт котируется выше, чем наш, и там тот же Шенген, они визы не получают. И если мы говорим, сравниваем программы золотых виз, то у многих окончательная цель это паспорт. В случае с той же Португалией, где минимальные ожидания, сравнивая с Черногорией, у них сейчас, не знаю, что будет, загадывать сейчас очень сложно вперед, у них на сегодняшний день предполагается вхождение в Евросоюз в 2025 году. То есть речь идет о тех же пяти годах ожидания, но будучи уже с паспортом на руках. В теории, о чем идет речь? Значит, речь идет о сугубо утвержденных объектах. То есть нельзя выбрать недвижимость, которая тебе нравится, но не утверждена государственной программой. Пока что по программе утверждено несколько объектов в Калашине, это север страны, это горнолыжные курорты, там вход в программу более дешевый, и всего один объект утвержден на море. Сейчас на рассмотрение еще несколько объектов, но будет их примерно там 12-15. Предполагается, что все эти объекты имеют туристическую инфраструктуру. То есть программа, она не просто на развитие сферы недвижимости направлена, она направлена на развитие сектора туризма в стране. Это четко регламентированные объекты. Да, цены там получаются немаленькие. В теории, это потом можно через пять лет продать. Ну, собственно говоря, члены семьи все так же проходят, налог довольно низкий в Черногории, и чем еще эта страна на сегодняшний день может быть интересна, то, что это не Евросоюз, это говорит о том, что там и требования помягче, чем в Евросоюзе. Ну, скажи, все-таки... Не буду как бы углубляться в это, да, но дальше уже, я думаю, каждый для себя, кому это важно и актуально, поймет. Мы отслеживаем историю с программой, и Юля тоже помогает нам тоже в этом, и она отслеживает. Вот я за последнее время нигде не увидел заголовка, что первый человек по этой программе уже получил паспорт. Рассмотрение, да, одобрение, да, а вот получил паспорт, я не видел ни разу. Так вот, получили или нет? Даже... Ну, я очень люблю Черногории, вообще все Средиземноморье, но к Черногории у меня любовь особая, но одна из, так сказать, особенностей страны это, конечно, неторопливость. Да, это свойственно всем южанам, но в случае с Черногорией это прям тема особая, у них там любимый анекдот про то, что какое твое любимое животное это змея, она лежит и ползет, и идет, да, то есть, ну, вот это как бы про черногорцев. Мы все равно наблюдаем динамику в этом вопросе, то есть, если на начало года, на конец прошлого года не было проектов, да, утверждена программа, долго-долго про нее говорят, все там собираются, долго они обсуждали, кто будет рассматривать заявки, да, выделили, так сказать, компании, которым дано право рассматривать заявки, долго-долго они обсуждали, соответственно, какие проекты, на начало года был один проект в Калашине, сейчас уже четыре проекта в Калашине и один на море, это для Черногории очень большой прогресс. И то, что поданы заявки и не получили паспорта, вообще это супер нормально для Черногории, ожидать там каких-то быстрых перемен не приходится, а в свете того, что сейчас все, так сказать, сейчас есть еще основания официальные, сейчас еще есть официальные основания, да. Подскажешь, пожалуйста, да, речь идет о миногранстве, а вот точно ли, а, тут еще такой вопрос, но он, правда, ПМЖ и ВМЖ имеет в виду, ведь в Черногории ты можешь получить вид на жительство просто при покупке недвижимости. Вот твое ощущение, будут ли люди с ВНЖ, будут ли те, кто имеет ПМЖ и ВНЖ первыми, кому потом дадут гражданство, то есть, нет, нет, это совершенно разные вещи, смотрите, если мы говорим про стандартный путь от ВНЖ через ПМЖ к гражданству в любой стране, там, Греция, Испания, любая страна, которую мы рассматривали, там, даже Латвия, речь идет о том, что человек жил-жил-жил на легальных основаниях, платил налоги, содержал свою недвижимость, хорошо себя вел, не там, не привлекался и так далее, он жил-жил-жил, прожил необходимое количество времени, показал это документально, пришел сдавать экзамен, сдал экзамен на знание языка, истории, и на этом основании уже натурализовавшись получил паспорт. Это одна история. Инвестиционное гражданство это совершенно другая история. Это без экзамена, без очереди, да, ну, как бы в очереди среди своих этих же инвесторов, человек получает паспорт за деньги. Это речь идет о Черногории, речь идет о Мальте, речь идет о Кипре. Это две разные истории. Паспорт через ВНЖ и ПМЖ, и паспорт сразу же прямиком через инвестиции. Это разные вещи, они никак между собой не связаны. Окей, в завершении уже нашей дискуссии. Мы ее еще не заканчиваем, но некий блок вопросов... А мы не дискутируем. У нас сборов нет. Мы едины. В этом вопросе едины, да? Ну, разговора нашего. На твой взгляд, все-таки вот сейчас, с одной стороны, границы закрыты, с другой стороны, все эти программы, это же не то, что я сегодня пришел с чемоданом, завтра получил там паспорт, или самый такой билетик, да? Как правильно себя сейчас вести и как выбрать программу сейчас? Что поделать до тех пор, пока границы не откроются и самолеты не полетят вновь? Ну, смотрите. Вот я, допустим, на примере той же Испании говорила, что часто люди разбивают сделку. Даже если человек покупает один объект в любой стране, все равно до того момента, как он купил его, проходит один, два, три месяца, пока он выбирает дистанционно, рассматривает районы, объекты. Все это происходит по электронной почте. Мы этим занимаемся постоянно. Сказать, чтобы человек вот сегодня пришел, а завтра купил, такого не бывает. Да, часто люди обращаются накануне поездки. Но они плохо готовы. И, как правило, в этом случае человек повторно едет, потому что он был не готов, он посмотрел то, что ему казалось, ему подойдет, он приезжает на место, видит, что это ему не подходит, и потом на колу мочало, начиная с начала. Мы понимаем, что либо не тот регион, не те объекты он смотрел. То есть, ну, допустим, если мы говорим про ту же паспортную программу Кипра, человек для себя виллы на первой линии, смотрел, он приехал и понял, что нет, мне это не надо. Мы смотрим инвестиционный пакет из новостроек, или мы смотрим там коммерческую, или что-то еще. Ну, это такой вот, ну, в голову пришел пример. Поэтому сейчас очень хорошее время для того, чтобы определиться, что подходит, что не подходит из программ, что получается по деньгам, по сопутствующим расходам, где какие объекты бывают в принципе, там, вторичка, новостройки, какие расходы при этом там на покупку, на содержание. Допустим, в той же Испании налоги отличаются по районам, и это нужно знать, понимать. Перспективы сдачи в аренду тоже отличаются, да. С учетом того, что сейчас происходит, понятно, что ситуация там на краткосрочной аренде, на долгосрочной разная, да. И вот сейчас самое хорошее время для того, чтобы заниматься именно изучением этих вопросов и готовиться к тому, что в какой-то момент граница откроется, можно будет поехать. Более того, до того, как граница откроется, до того, как нас пустят, они сами могут спокойно начать работать. Не могут и начнут. Да, то есть приведу пример с тем же там моим любимым Кипром. Вчера у меня обратился человек, могу ли я посмотреть, я там сейчас на Кипре, могу ли я посмотреть. Ну, у них на сегодняшний день разрешен один выход из дома в день. Да, то есть можно поехать, как будто ты едешь к маме, вот, ну, показать там, допустим, новостройку. Можно в магазин пойти. Но понятно, что это риск. Это риск, это никому не нужно. Через неделю их предполагают выпускать уже два-три раза в день. Через две недели предполагается открыть стройки и, соответственно, офисы там продаж тех же объектов недвижимости. Понятно, что, да, здравомыслящий человек, который все равно там находится и через две недели никуда не уедет, он подождет эти две недели. Понятно. Та же ситуация там во многих других странах. Да, есть как бы дистанционные, там есть 3D-туры, которые уже сняты. Но то, что сейчас как бы можно реально сделать, допустим, мы месяц повыбирали, пообсуждали, там, или две недели, три недели, да, я хочу посмотреть этот объект. Человек едет уже на объект, когда у них внутренний карантин снят. И с WhatsApp, с видеокамерой, повел камеру налево, повел направо, снял и так далее. Да, сложно дистанционно принять решение о, так сказать, сделке. Тем не менее, теоретически это возможно. Теоретически можно, то есть если человек решился таки, да, и выбрал объект дистанционно, там, пересмотрев все, там, 150 фотографий, видеотур и так далее, да, или, допустим, у него есть человек, которому он доверяет, кто может глазами посмотреть на месте, можно сделать доверенность, отправить ее почте, и все можно сделать дистанционно, большую часть, то есть для уже, там, биометрии, да, нужно приезжать сейчас. Хотя те же киприоты рассматривают возможность взятия биометрии в Москве. Пока что этого нет, но они рассматривают такую возможность. То есть все равно рынок не стоит, все действует, все работает. И если мы говорим про сейчас, вот я уже озвучила, то, что мы там пытаемся собирать полы клиентов, чтобы, так сказать, получить лучшие условия, это одна вещь. И, естественно, мы постоянно в контакте с продавцами, то есть, естественно, что я общаюсь там и с застройщиками, и с агентами на местах, и главная наша сейчас задача, то есть я каждый день говорю там со своим коллегам, пожалуйста, ищите объекты, кто хочет срочно продать, кому нужно получить деньги, да, чтобы сделать максимально выгодные условия для наших покупателей. Значит, Юль, перед тем, как сейчас мы начинаем отвечать на вопросы, еще пара важных моментов. Во-первых, я попрошу опубликовать контакты прямые, Юля, Юлин телефон, если кто-то хочет связаться напрямую, для него эта форма связи наиболее удобная, пожалуйста, опубликуйте их в чате. Это раз. Второй момент. Можно я секунду скажу? Если кто-то хочет связываться напрямую, большая просьба, лучше писать. На тот же WhatsApp писать и не звонить. У меня тоже дети, я тоже изолируюсь не одна. Сейчас у меня дети там высланы гулять на два часа на улицу. Когда мы с вами закончим, они придут и будут всячески, соответственно, висеть и помогать рабочему процессу. Поэтому, пожалуйста, пишите. Пожалуйста, пишите. Пишите. Второй момент. Напоминаю, если вы хотите получить информацию, хотите, чтобы первый шаг был от Юлии и от ее компании, пожалуйста, еще раз напишите. Можете телефон свой оставить? Можете оставить? Ну, тогда просто напишите, как с вами правильнее связываться. Можете оставить электронную почту. Мы не будем указывать в чате эти контакты. Просто напишите. Не удивляйтесь, в чат они не попадут, то есть вы их не увидите, но мы их сохраним. Дальше. Начинаем отвечать на вопросы, и в конце еще я несколько слов скажу. Будут ли, ну, это скорее прогноз такой твой, ну, взгляд. Будут ли в Евросоюзе в связи с кризисом программы по типу Венгрии? Венгерская программа, насколько я знаю, сейчас практически закрыта, да? Если будут, то где? То есть вообще чего ждешь? Это программа «Разговор». Это сплетни. Это сплетни, я сама очень этим интересуюсь. Речь идет не про старую венгерскую программу, речь идет про сплетни, про новые. Да, ходят сплетни про то, что венгры, я не помню цифру, 150 или 250, по-моему, 150 тысяч, что они собираются раздавать паспорта. Ну, это же просто новость где-то была написана, это же даже не слуха. Ну, пока что это фейк. Их не пропустят с этим, никто их не пропустит, потому что если бы так можно было, то, ну, многие бы страны этого бы захотели. Более того, я скажу так, что если бы так можно было, я бы сама первая купила этот паспорт. То, что сейчас есть, и то, что было в той же Венгрии, есть история не очень красивая, ну, такая она полуофициальная, она там работает, допустим, в той же Румынии, это история про происхождение, про корни. Касается она, кому она честно подходит, то есть она работает и в Румынии, она работает и в Венгрии, но сейчас с очень большим скрипом. Это люди, которые проживали на территории, там, допустим, если речь идет про Румынию, Великой Румынии, да, это определенные части Молдавии, определенные части Украины, которые там перед Второй мировой войны относились к территории Румынии. У кого прабабушки, прадедушки или моложе там дедушки, бабушки, там проживали, это можно подтвердить документально, они могут стать гражданами Румынии. У Венгрии была такая же история, они ее практически прикрыли. Вот. Мы все понимаем, что по-честному, есть люди, которые по-честному это происходили, есть люди, которые, и компании, которые этим занимаются не по-честному, есть люди, которые метрики, находили якобы каких-то там прабабушек, прадедушек, там с похожей фамилией, неважно, не с фамилией люди выходили замуж, но это все нечестно. Я сама знаю людей, которые получили эти паспорта, ну вот получили паспорта по этой программе, но я сама в это не играю, категорически не рекомендую. Это все палка о двух концах, то есть как легко это получить и пройти, так же легко это и потерять, получив черный, или как это называется, в очередной, навсегда, да, черную метку навсегда для передвижения по меру. Ну, тут логично, если то, что очень легко получается, это должно вызвать некие подозрения, легко дается ли то это. Да, это дешево, это сердито, да, люди делают поддельные документы, поддельные документы, это незаконно. Окей. Следующий момент, после получения гражданства Черногории, что по программе там говорят, можно ли продать эту купленную недвижимость, и есть ли требование иметь какой-то адрес? Ну, с черногорцами не все понятно, но это понятно, по-моему. Да, с черногорцами не все понятно. Сейчас, сейчас, в основном, то, что мы между собой обсуждаем, с коллегами, речь идет о том, что будет примерно 5 лет, потому что в основном в большинстве стран, то есть даже Мальта, тот же Кипр, все просят 5 лет. Сейчас нигде не прописано, сколько нужно провладеть этой недвижимостью. Пока что это дырка, которая обсуждается, и которую нужно регламентировать. Пока что этого нигде не обозначено. В теории, то есть то, что мы ожидаем, мы предполагаем, что через 5 лет можно будет продать. Дальше, по Мальте, после 5 лет идет возврат денег из облигаций. А что, можешь ли ты после продления вроде как продать, перестать арендовать? Да, да. Срок 5 лет. Да. Отлично. То есть остается ПМЖ 5 лет, ты подтверждал это ПМЖ, потом можно. Пришло, что случилось. Нет, все в порядке, все в порядке. Значит, пришло сообщение по поводу, интересно пообщаться с Юлей, по поводу сотрудничества, поскольку я, судя по имени и фамилии, знаю этого человека, я по завершению вебинара передам Юле информацию, а к тому же, по-моему, случилось то, что рано или поздно иногда случается у нас. Ну, хорошо, что случилось в последний момент. Юля ненадолго нас покинула, произошел какой-то сбой. И она сказала, ой, и по всей видимости, мы даже не сможем ей сказать до свидания. Но давайте пару минут буквально я тогда еще займу, если Юля сумеет к этому времени подключиться к нам, подключиться. Если нет, то будем уже завершать, тем более, что программа наша, по сути, уже закончилась. Итак, то, с чего я начинал, но Юля потом появилась, и я эту новость рассказать не успел. Значит, Еврокомиссия сапубликовала, ну, какой-то очередной релиз с призывом, ну, призыв, это очень такой абстрактный глагол, так, в общем, призыв говорит о том, что они сказали, предложили киприотам, мальтийцам и болгарам отмени действующие схемы предоставления золотых паспортов. Эта новость пришла буквально там позавчера. Но киприоты заявили, что кто-то из министров кипрских, хоть имя его сейчас назвать не смогу, вернее, должность его назвать не смогу, он сказал буквально следующее, цитирую. Учитывая меры, которые были приняты с мая 2019 года, мы не видим причин, почему программа должна быть завершена. Тем более, сейчас проводятся всеобъемлющие проверки претендентов. Так что не стоит бояться. Много раз говорят о том, что Кипр прям, вот прям Кипр-Кипр будут закрывать. Говорить можно много. Я сейчас могу сказать, что нет, Кипр будут закрывать. Но, ребят, давайте смотреть правде в глаза. Нет, сказала Юля. А вот скажи ты мне лучше, как здорово, что ты опять с нами. Есть ли варианты получения ВМЖ и ПМЖ Чехии? Про Чехию что скажешь? Да, про Чехию скажу. Чехия сейчас очень-очень популярное направление. Они очень неплохо карантинят. У них... Ну нет, это все-таки безобразие. Чехии... Значит, ну давайте я постараюсь частично ответить. Значит, да, действительно есть программа получения... Она для инвесторов. Я сейчас опять же могу запутаться в цифре. По-моему, 350 тысяч евро эта программа. Но Юля сейчас меня, наверное, поправит. Потому что она опять к нам в данный момент подключается. Отвечу на вопрос Алексея. Тем более, что процитировала в данном случае Юлю. Есть шансы, что в Черногории расширят программу на объекты, расположенные у моря. Да, там уже один комплекс, похоже, у моря какой-то появился. Насколько я знаю, насколько мне говорят, ну если нам говорят компании из Черногории, сейчас идет вот эта вот возня. Идет такая битва. Я рассказываю, Юль, про Черногорию. Я рассказываю о том, что застройщики, в том числе и застройщики у моря, они пытаются сейчас в эту программу пролезть. Этот процесс в каком-то смысле бюрократический. Ну и как только компания какая-то... Какой-то компании это удается, естественно, этот проект становится для нее самой, для самого девелопера, гораздо более привлекательным и интересным. Потому что, ну, он попал вот в такую золотую группу. На сегодняшний день это один проект, это проект в Милочере, в парке Милочер. Да, это пешком Святой Стефан, это королевская резиденция. Это шикарнейший проект, да, там ценник высокий. То есть при том, что можно в теории от 450 в эту программу входить, да, плюс, соответственно, 100 тысяч фонды. Здесь цены начинаются уже выше заведомо, там от 750-850 цены начинаются. Но это очень-очень качественно, очень красиво. То есть, ну, элитный объект, не имеющий вообще, в принципе, аналогов Черногории. Да, они первые вошли, потому что, ну, они соблюли все требования, и они действительно очень стоящие. Но есть как бы в очереди уже масса проектов, которые, вероятнее всего, войдут в программу. Вот, и, ну, вероятнее всего, будет примерно одинаковое количество объектов на берегу и в горах. Скажи все-таки пару слов про Чехию, и мы поймем. Может быть, это компьютер просто не хочет, чтобы ты говорила про Чехию. Может, не знаю. Про Чехию таких программ, вот чисто золотые визы и так далее, нет. Чехия была когда-то очень популярна с точки зрения получения ВНЖ. Это все делалось через фирму. В те времена покупать можно было недвижимость только на фирму. Я сама развлекалась этой темой. Но программу закрыли. Вернее, не то чтобы закрыли, она работает до сих пор. То есть можно открыть юридическое лицо, можно его содержать. Но сейчас эти юрлица очень активно проверяют. Проверяют, да. Да, сейчас невозможно просто так, купив недвижимость, что-то там себе в Чехии получить. Необходимо обязательно иметь фирму, действующую фирму, просто сдача в аренду. Это недостаточная деятельность. Проверяют, отправляют письма. То есть это все проверяется очень сложно. Чехия популярна не в смысле ВНЖ. Как правило, ВНЖ там получают по-другому. То есть не какими-то там льготными способами. Очень много людей, две категории людей рассматривают Чехию, как правило. Это либо инвесторы, потому что там сдача в аренду, рост цен, там недостаток недвижимости в Праге до сих пор. И вторая категория – это студенты. Очень много учащихся в Праге. Многие родители покупают для своих, так сказать, детей недвижимость. Так сказать, просто для детей. Да, так сказать, детей, да-да-да. Но, собственно говоря, они уже совершеннолетние дети, потому что они учатся в университете. Так сказать, поэтому... Понятно. Вопрос от Алексея. Ну, я не очень понял, связан ли этот вопрос непосредственно с ВНЖ и гражданством, но тем не менее, какая минимальная сумма для инвестиций в Черногорию? Черногория заинтересовала, надо точно вебинар делать отдельный. Но Черногория нельзя сделать вебинар, потому что пока что это все вилами по воде. Нет, вебинар-то нельзя сделать. Нет, вебинар можно... Гражданство нельзя получить. Вебинар можно всегда. Значит, минимальная сумма – это 250 тысяч инвестиций в недвижимость, плюс 100 фонды, плюс еще расходы на сопровождение. То есть, если мы говорим про объекты в Калашине, это горнолыжный курорт, я сразу скажу, что речь идет про то, что вы просто эти деньги там хороните. Вы эти деньги обратно не получите. Я обожаю Черногорию. Я была в Калашине. Я прекрасно понимаю, что это такое. Туда ездят только местные и сербы кататься на лыжах. Говорить о том, что это будет сдаваться в аренду, и вы будете получать за это прибыль – это утопия. Говорить о том, что вы через 5 лет это выгодно продадите – это, вероятнее всего, тоже утопия. За годы, что я работаю в Черногории, у меня самой была квартира, я там много времени проводила. Цены меняются туда-сюда, на побережье. То есть разные времена, разные ситуации были. Калашин как стоял, так и стоит. Да, там 10-15 лет назад приходили инвесторы, выкупали земли, что-то пытались сделать. Стоит этот рынок. То есть если мы говорим про инвестиции в Черногории, про минимальные, там, от 250+, Госфонд+, соответственно, обслуживание программы, это деньги, которые вы занесли, и обратно вы их не увидите. Это по-честному. Это мое мнение. Сто тысяч фондов в Черногории не возвращаются? Вот эти вот сто тысяч? Ну, если это такой подарочек, подарочек на дружественной нам стране. Ну что ж. По Черногории присылайте конкретно, кому интересно. У нас прям файлы готовы, разблюдовки, что есть. Те объекты, которые сейчас есть. Есть у нас списки, которые на одобрении. Все это есть. Все это есть. Я как бы сама там курирую это дело, но есть у нас отдельный человек, который конкретно занимается этой программой, конкретно Черногории, и с вами будет общаться. Окей, дорогие друзья. Ну, полтора часа пообщались. Вот у вас сейчас есть буквально, друзья, полторы, максимум две минуты, пока мы с Юлей говорим уже такие финальные слова. Чтобы я детей начала в дом пускать, а то они замерзли. Да, дети мерзли. Значит, что еще важно, еще разочек. Если вы хотите получить какую-то конкретную информацию от Юлии, пожалуйста, напишите только со своим контактом, электронной почтой или телефоном. И контакты мы Юле, безусловно, передадим. В чате мы их здесь сейчас публиковать не будем. Они просто вот у нас сейчас... Третий раз говорю одну и ту же фразу. И кто там писал по сотрудничеству, тоже пишите. По сотрудничеству я тебе уже сказал. Этого человека я уже знаю. Все. Хорошо. Позвонил, все расскажу. Ну что ж, дорогие друзья, еще одну ссылочку попрошу опубликовать. Никодим, спасибо. Ссылочку на страницу Преан.ру, где будут появляться и дальнейшие анонсы наших вебинаров. Думаю, с Юлей мы в ближайшее время еще встретимся. Вебинары на Преан.ру мы проводим практически каждый день, когда... Вот, о будущих мероприятиях вы здесь можете узнать. Участие для вас, зрителей, бесплатное у нас во всех наших вебинарах. Что еще хочу сказать? Ну, я так издали начну. Ну, тема ВНЖ гражданства, она безумно популярна, и Преан.ру это очень хорошо понимает. Ну, такая, в ближайшие полторы-две недели мы сделаем действительно очень хорошую, важную, очень-очень крутую новость. Пока никто про нее не знает, кроме внутри нас Преан.ру, мы кое-что готовим, и в течение ближайших полутора-двух недель мы сделаем важное объявление и сделаем очень-очень важный, ну, такой проект. Он связан с ВНЖ и гражданством. Начал интриговать, тем более, что вот нас сейчас слушают вместе с аудиторией Фейсбука больше трехсот человек единовременно. Ну, пусть будет такая маленькая интрига. Дальше, вот на следующей неделе, в понедельник, во вторник, в среду, скажу больше. Юлюшка, спасибо тебе большое, родное сердце. Несколько слов, пожалуйста, от тебя, как некое завершение для наших зрителей. Ну, я, собственно говоря, свой главный посыл, наверное, плохо несла, но я хочу все-таки его еще раз озвучить. Как говорил, ну, слова приписываются Черчиллю, но я думаю, что и до него, и после него это было сказано неоднократно, что кризис – это новые возможности, и не дай хорошему кризису пройти мимо себя. Поэтому я считаю, что если вас так или иначе интересует тема зарубежной недвижимости, так или иначе интересует тема ВНЖ, ПМЖ, гражданство, либо инвестиции, либо, ну, опять же, домик у моря, где, если что, можно изолироваться. Вот, я думаю, что сейчас очень хорошее время этим заниматься. Нужно работать над своими привычками и перестать впрыгивать в последний вагон уходящего поезда, и надо учиться покупать на падающем рынке, выжимая из себя из этого рынка все возможное, диктую условия продавцам, насколько это возможно, пытаться как бы для себя извлечь все плюсы от этого. Ну, в школе мы не можем сейчас приобрести билет на самолет в буквальном смысле. Давайте купим билет в один из первых вагонов поезда. Ну вот, Юля все-таки, наверное, отключилась, и я думаю, что это уже символично, значит, пора закругляться. Полтора часа пообщались. Дорогие друзья, спасибо вам большое. Встретимся на следующей неделе в понедельник, во вторник, в среду. В понедельник будем говорить об инвестициях и о Германии. Во вторник будет очередной наш вебинар-марафон с экспертами из нескольких стран. В среду будет интереснейший вебинар о Болгарии с экспертами из этой страны, с очень интересными в том числе и финансовыми предложениями. Нет, все-таки Юлька, ну давай, появляйся. Сейчас скажу. Все, говори уже до свидания. Хорошо, всем спасибо большое за участие в нашем вебинаре. До свидания, до общения с вами по телефону, по почте. Надеюсь, что смогу вам помочь, и мои коллеги будут всячески тоже этому рады. Отлично. Дорогие друзья, Юлия Титова, компания Rensail, Филипп Березин, Прианру, недвижимость за рубежом. К вашим услугам спасибо. Классно провели полтора часа. Встретимся на вебинарах на следующей неделе, ну а на Прианру 24 на 7.